Сейчас был тренинг в Казани, мы немножко с аудиторией обсуждали эту тему. Там была тема взаимоотношений. Послушайте пример. Люди очень часто хотят, чтобы в отношениях со мной был человек, с которым мне комфортно. Разве вам так не хочется? Комфортно, приятно, он меня понимает. Кризисов нет в отношениях. Кризисов нет в отношениях. Вы хотите таких отношений? И он вас понимает всегда. Скажите, пожалуйста, а никто из вас горным туризмом не занимается? Поднимите руку, кто занимается? Куда-то в горы ходят, в походы. Никто не занимается? Неужели никто меня в этом зале не поймет? Но иногда люди могут понимать просто на слух, представляя то, что говорится. Послушайте. Когда люди идут в горы, хотят ли они, чтобы было меньше трудностей в горах? Нет. Они туда, за ними-то и идут. Зачем? Потому что, когда есть трудности, когда у них байдарка переворачивается, их там трое сидит, и они все мокрые, когда они не успели палатку поставить, и рухнул ливень, когда у них еда закончилась, у них начинаются настоящие отношения друг с другом. А отношения поддержки, доверия, помощи. Начинается настоящая жизнь. Потому что, находясь в этой трудной среде, они начинают развивать настоящие человеческие ценности. И вот когда с платформы этих ценностей они совершают поступки, они испытывают удивительный вкус настоящей жизни. Так, зачем же мы хотим изменить жизнь? Чтобы в них гор не было? Чтобы в ней кризисов не было? Чтобы все было ласковое, теплое, приятное и горизонтальное? Вы хотите, чтобы жизнь была такой? А где жизнь-то будет? Потому что жизнь, этот тренажер, она ведет нас к каким-то высотам. Так вот нужно осваивать эти высоты, а не менять жизнь. Потому что если мы пытаемся менять жизнь или менять, убирать проблемы из своей жизни, мы будем обнаруживать новые проблемы. Цель нашего существования не в этом. Цель нашего существования, чтобы раскрываться к настоящим ценностям и жить в соответствии с ними. А жизнь при этом, заметьте, она останется со своими кризисами, со своими проблемами и со своими трудностями. Но вы, входя в эти кризисы и проблемы, входите вот с этой начинкой настоящего человеческого характера. И возникает очень полноценная жизнь от этого. Вот так возникают полноценные, очень глубокие отношения. Потому что в полноценных, глубоких отношениях люди не боятся кризисов и не боятся трудностей. Они идут навстречу этому. Чтобы лучше его понять и себя понять, себя изменить. Они идут в глубину отношений. Они трудности и препятствия воспринимают как некий, знаете, плацдарм для роста, для развития. Для этого же люди идут в горы. Как вам такой взгляд? Реально.